Я не против инакомыслия. Я вообще не могу существовать в пространстве каком-то, где нет иной точки зрения. Я ведь с оппозицией, я считаю трезвой, разумной оппозицией, пришел к власти. Я не могу, когда совещание собираем, если нет двух-трех точек зрения, совещание откладываем. Зачем собираться тогда? Поэтому я за разные точки зрения и инакомыслия. Но я категорически против, когда нарушается закон. Вот они все говорят о том, что вот мы мирные, мы вот тут ходим, ничего не нарушаем. Как не нарушаете? Вы выходите на незаконные, они уже сейчас даже не мирные акции. Во-вторых, вы нарушаете общественный порядок, вы бросаетесь на милицию и прочее. Там букет нарушений. Какие же здесь могут быть поблажки, если вы нарушаете закон? А если вы хотите, подискутируйте и прочее. Студенты в вузах собрались, обсудили, продискутировали. Но я же понимаю, откуда ноги растут. Я же понимаю, кто им подкидывает эти идеи. Идите на конфронтацию, снимайте в телеграм-каналы, вбрасывайте. За это мы вам деньги дадим. Мы же видим это. Как я могу против быть? Поэтому я не против инакомыслия. Наоборот, вся моя жизнь свидетельствует о том, что у нас всегда были разные точки зрения и разные мнения. Даже вот я говорю, что мы поддерживаем все конфессии. А сколько их? И сосчитать трудно. И трудно всех так. Совершенно верно. И порой трудно их сопоставить. Продолжение следует...